Как можно избавиться от Бога? Есть такие слова у святого Алла Тауста. Он пишет. У нас есть вопрос. Давайте надо им совместить. Итак, вопрос массового целования. Откуда пошла эта профессия? Ама! Да, здравствуйте! Ама! 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 Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках очередной передачи «Держурный священник» я предлагаю вам поразмышлять над выражением, над мнением, которое довольно-таки глубоко въелось в сознание наших современных людей и, к сожалению, продолжает уже распространяться. Это мнение о том, что Бог у нас у всех один, и поэтому совершенно нет никакой разницы, куда ходить. Либо в рам, либо в костел, либо в мечеть, либо в синагогу. На самом деле, конечно, это очень сложный вопрос, но очень жизненный. Потому что все мы с вами живем в таком мире, где каждый день друг с другом соприкасаются люди совершенно разных религиозных взглядов. Мы можем вместе ехать в одном автобусе, мы можем вместе работать, мы можем жить вместе в одном доме, в одну школу ходить. И с одной стороны, конечно, я соглашусь с выражением о том, что Бог у нас у всех один. Но вместе с этим у меня возникает встречный вопрос. Солнце ведь тоже у нас одно. А почему в Антарктиде так холодно, а в Африке так жарко? Ведь солнце-то у нас одно. Но для более полного ответа на этот вопрос, для более полного понимания всей этой проблематики, я предлагаю вам обратиться к Священному Писанию, и в частности к Евангелию от Матфея, к его 15 главе. Я напомню, что в этой главе содержится очень жесткая беседа Христа с женщиной Хананейнкой. Эта женщина очень долго бежала за Христом, за апостолами. У нее была действительно стоящая проблема, дочка ее болела. И вот когда она, женщина, догнала наконец-то Христа, она пала к его ногам со слезами и со словами «Господи, сыне Давидов, помилуй меня, потому что дочь моя жестоко беснуется». На что Господь произносит очень жесткие слова. Господь говорит, «Нехорошо забирать хлеб у детей и бросать его псам». Всякому читающему эти слова Священного Писания почему-то становится жалко эту женщину. А все толкователи, которые пытаются объяснить этот отрывок Священного Писания, как-то по-своему стараются всегда оправдать Иисуса Христа, стараются как-то смягчить тон его беседы. Но давайте постараемся посмотреть на все происходящее как бы из-за спины Иисуса Христа. Ведь на самом-то деле Христос и женщина Хананейнка друг другу говорят куда больше, чем написано. Я напомню вам о том, что эта женщина была язычницей. Она была родом из Финикии, местности, где процветал, наверное, один из самых ужасных, самых мерзких культов всей античности. Культ детского жертвоприношения. Когда детей первенцев брали и приносили в жертву Господу языческому Молоху. А вот теперь эта женщина, чей народ Господом называл детоубийцу Молоха, теперь это же наименование Господь она обращает к Нему, к Иисусу Христу. Господь за время своей земной жизни не один раз совершал чудо исцеления, чудо изгнания бесовской силы. И всякий раз, когда бесовская сила пыталась исповедовать его божество, он запрещал это делать. Он заграждал их бесовские уста, потому что он не желал принимать исповедание о своем божестве из уст нечистой силы. А вот теперь перед ним стоит женщина, чей народ Господом называет детоубийцу Молоха. И вот поэтому Господь и произносит эти жесткие слова. Нехорошо забирать хлеб у детей и бросать его сам. Здесь по словам хлеб он подразумевает самого себя. Это себя, а не свои чудодейственные способности и силы он не желает отдать этой женщине. Если он сейчас станет Господом для нее, чей народ признает Господом детоубийцу Молоха, не перестанет ли он быть Господом для своего возлюбленного народа, дети которого являются потомками Авраама, Исаака и Якова, с которым некогда Господь заключил завет. Став Господом для них, не перестанет ли он быть Господом для своего народа. Господь не хочет быть Господом для бесов. Господь не хочет быть Господом для бесопоклонников вообще. Господь ни с кем не хочет разделять это именование. Господь один, но не един для всех. Мы называем Бога творцом. Или как в символе вере, мы говорим, что Господь является творцом всего видимого и невидимого. И в этом смысле Иисус Христос является Богом для язычников. Потому что они, невзирая ни на что, являются Его любимым творением. Но Господь не хочет быть Господом для них. И об этом Он очень четко говорит. Слова Христова – это как эхо будущих евангельских слов. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Божие, но всякий, творящий волю Отца Моего Небесного». И поэтому, возвращаясь к началу нашей беседы, возвращаясь к тому вопросу, который мы поставили в начале, я скажу, что действительно Господь один. Но кто-то к Нему стоит лицом, а кто-то к Нему повернулся спиной. Поэтому религиозный выбор, традицию другого человека нужно уважать. Но теплохладность к своей вере никогда нельзя проявлять. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.